Ребята, привет! Это Фрайзер Воркшоп и мы сегодня будем делать замечательную стрижку не обычного человека, а музыканта фронтмана группы Фолз. Часто мужчины приходят в барбершоп и хотят подстричься не коротко, то есть это не значит, что мы берем машинку и там какой-то большой насадкой стрижем, это значит, что какая-то форма, которая простригается ножницами, расческой, делается какая-то тушевка, где-то соединение оттяжки на пальцах, в таком случае стрижка приобретает совершенно другие краски. Но в барбершопах, не хочу обидеть мастеров и коллег, но закончив какие-то курсы, сразу идут на парикмахеров и учат только работать машинками. Но есть форма стрижек, которую нельзя стричь машинкой, только ножницами. И тут задача специалиста развиваться не только в одном направлении, но и в разнообразном. Стриченная тяжка, стрижь тушевки ножницами, можно делать тушевку и машинкой. Я хотел сказать, что в средних формах нельзя стричь тушевку на мокрые волосы. Нужно волосы тщательно высушить, но при этом не достигая чрезмерного объема. В таком случае мы используем расческу с мелкими зубцами и феном и просушиваем волосы. Таким образом волосы высыхают максимально приближенным к тому варианту, когда человек просто помыл голову и они высохли у них в домашних условиях. То есть не добавляем лишнего объема. Потому что если мы простержем на объем, то человеку придется тоже делать постоянно объем. Поэтому отказывайтесь от скелетных расчесок, приходите на мелкие зубцы, просто используйте более мощный фен. И таким образом вы будете достигать максимально плавного испарения влаги и волос даже не будет реферизоваться. В таких стрижках важно соблюдать траекторию, линию, которую ты визуально себе представляешь. Ту форму, которая впоследствии будет складываться и приобретать какие-то формы. Поэтому мы не стрижем в двух направлениях. От уха сюда и от уха назад. Таким образом здесь останется треугольник, волос просто физически не будет складываться. Наша задача простерегать просто овалом, эллипсообразной формы. Таким образом направление нашего среза будет всегда параллельно от уха. Волос будет классно складываться впоследствии и не создавать дискомфорта при отращивании. Не нужно будет ничего делать. Просто достаточно будет поехать в Египет, поплавать, выйти с бассейна, встряхнуть шевелюрой и волос высохнет. Будет выглядеть офигенно. Поэтому я начинаю делать ушевку, прямой срез и небольшая частота движения расчески. В этой стрижке очень важно не делать никаких контрастов, андеркатов. То есть бока и макушка не должны отличаться между собой. И не должно складываться какой-то шапочкой. Переход должен быть плавный, но при этом не короткий. Волосы сверху могут оставаться длинные, а затылок и височно-боковые зоны могут быть более средней формы. Таким образом не надо укладывать волосы, а если нужно уложить волосы, то можно придать интересные фактуры. Как вьющихся волос, так и прямых. Несколько лет назад, я когда тушевал волосы, мне подошел коллега и говорит, а почему ты тушуешь ножницами, отводишь руку, когда не работаешь, а все равно продолжаешь тушевать? Я объясню почему. Тогда ты привыкаешь работать на определенной частоте и всегда работаешь именно ей. Таким образом ты набиваешь скилл и частота среза у тебя увеличивается. Увеличивается и работает максимально качественно. Рука превращается в машинку. В машинку с безграничной скоростью. Чтобы соединить верхнюю часть, которая немного длиннее, чем та длина с боков, и не образовывая линию веса, мне надо немного ее прорядить. Но не филировочными ножницами, а зубцами. То есть я делаю небольшой угол, не совсем 90 градусов, и не совсем 45, что-то среднее. Таким образом волосы красиво впадают в более короткий участок. И при этом можно классно укладывать волосы. И если даже не укладывать, то будет выглядеть круто. Что для мужчины лучше всего? Когда помыл голову, вышел из душа, пошел по своим делам, пока спустился на лифте на первый этаж, у тебя уже высохли волосы, и ты выглядишь так, как будто только что у тебя была фотосессия для GQ. Поэтому у нас стоит такая задача. Ненавижу волосы на затылке, поэтому всегда стараюсь делать небольшой переход, даже если длина на затылке наполнена. Если ваша машинка нагрелась, используйте охлаждитель. Индукционные машинки намного сильнее нагреваются, поэтому лучше их охлаждать. Масло тоже охлаждает, но есть Ice Blade от Val. Это спрей с жидким азотом, который охлаждает нож, он превращается в холодный, как будто его достали с холодильника. И при этом немножко масла есть, которое частично смазывает ножевые блоки, и нож работает намного продуктивнее. Так, чтобы челка не лежала и не была прилизана к колбу, и у нее был какой-то объем, но при этом она не была уложена назад, волосы лучше всего сушить назад, но в направлении, в ту сторону, в которой волосы будут лежать и на лицо. Так, чтобы волос был на лице и здесь была объемная челка, мне нужно будет сушить перпендикулярно назад волосы. Таким образом, здесь сконцентрируется объем и часть, которая будет подпирать остальные волосы, в случае чего, если они будут лежать на лицо. Здесь можно использовать расческу скелетную. Скелетная расческа выглядит вот так. То есть она может быть как с одной стороны зубцами, а внутри она прозрачная. То есть таким образом, похоже на скелет, воздух через нее продувает, волосы испаряются, влага испаряется на волосы немного быстрее и тем самым сохраняет ту форму, при которой держали расческу. Я не буду ей сушить, я буду сушить рукой. Этого будет максимально достаточно, чтобы добиться среднего объема, не чрезмерного и не маленького объема. Таким образом, ту же процедуру может повторить человек дома. Если у нас стоит задача сделать более кудрявые волосы и волнистую структуру, волос можно просто сжимать руками и высушивать в таком же направлении, как мы делали пальцы. Сжимается волос и просушивается. Параллельно работаем феном, но мощность фена должна быть минимальной. Чем меньше скорость, тем больше структура будет волнистой. Поэтому, если вы хотите более ровные волосы, включайте фен на полную мощность. Такую стрижку можно укладывать как лаком, можно укладывать пастой. Желательно максимально матовый эффект. Если хотите глянцевый, то на корни лучше не наносить, а наносить на концы. Таким образом, не будет эффект, что у вида волосы грязные, а будет просто эффект нужной структуры и текстуры волоса. Я буду, наверное, укладывать волосы лаком. Лак максимально сохраняет объем. Единственный его минус в том, что если потеет голова, лак попадает в глаза. А когда ты музыкант и выступаешь на трибуне, где сотни тысяч людей, ты нервничаешь или не нервничаешь, но в любом случае устаешь. И пот с лаком стекает в глаза. Поэтому в таких случаях лучше использовать бриолин, то, что на более восковой основе, которая отталкивает влагу. Таким образом, пот не будет стекать вместе с грязью и бриолином в глаза. Будет стекать только пот и грязь. И пыль. Можно купить абсолютно любой лак. Я считаю, что не принципиально покупать какой-то классный профессиональный лак, потому что они все, по сути, одинаковые. Где-то просто больше фиксатур, где-то меньше, где-то больше газа. То есть, по сути, их различает только запах. То есть, в данном случае, я использую обычный Сиос. Это не реклама, потому что он продается в магазине, любом масс-маркетовском. Мы его не продаем у нас в парикмахерской. Просто я считаю, что этот лак выполняет все нужные функции. То есть, не нужно покупать какой-то другой лак, если этим можно уложить идеально, волосы-то как нужно. При этом зеленый лак вообще не пахнет. То есть, ну, запах максимально нейтральный. Он не пахнет женским лифчиком, то есть, там, цветочками и бабочками. То есть, он пахнет нормально, то есть, не абсолютно нейтрально. И через 20 минут он выветрится, и на волосах не будет видно, что что-то есть, и при этом не будет какого-то ярко выраженного запаха, как будто вышел ты из косметички женской. Поэтому, как бы, я сжимаю волосы и при этом впрыскиваю струю небольшой, распыляясь в расстоянии. Таким образом, лак не накапливается и не склеивает волосы. То есть, текстура будет максимально матовой. Я пшикаю небольшими очередями. Таким образом, лак не успевает накапливаться и оставаться влажным. То есть, он максимально быстро испаряется. Мне нужно уложить волосы под щелкой, потому что они не уложены и будут выглядеть как сопли через 5 минут. Поэтому тоже их нужно немного помять. Сминаете рукой и наносите. Сминаете, наносите. Таким образом, она принимает и форму, запоминая ее. И волосы получаются максимально приближенные к нашему фронтмену. Вот. Мы подстригли нашу стрижку. Я сделал небольшую укладку. Обычным лаком придал небольшой легкой структуры вьющихся волос, чтобы было максимально приближенно к тому варианту, к которому мы стремились. Так как у Яниса структура волос сама по себе вьющаяся, здесь волос практически прямой. Мне пришлось уложить их чем-то, чтобы добиться максимально приближенного варианта. Поэтому вот так. С вами был Фрайзер Воркшоп. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх и не забывайте смотреть новые серии. В следующей серии будет туториал стрижки Зака Галифианакиса. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok